Сегодня в администрации города состоялось оперативное совещание, на котором обсудили один из наболевших вопросов Старый жилой фонд Серпухова. Уточним, что проблема капитального ремонта в многоквартирных домах стоит остро. Согласно постановлению главы в региональную программу капремонта на 2016 год было включено 39 домов. Изначально предполагалось, что по краткосрочному плану по капитальному ремонту на 2016 год будут заключены 55 домов на сумму 129 миллионов рублей. Ремонт кровли 19 единиц, ремонт фасада 16, комплексный ремонт кровля-фасад 13 домов и замена лифтового оборудования 27 домов. Однако в связи с ростом уровня инфляции Министерство ЖКХ Московской области снизило количество домов. В измененную региональную программу по капремонту были включены 39 домов на сумму 108 миллионов рублей. К сожалению, в прошлом году мы столкнулись с той проблемой, что на работу по капитальному ремонту вышли практически случайные организации, что и послужило зачастую возникновению тех проблем с выполнением работы, которые мы имели. В итоге из 13 подрядных организаций, которые работали в прошлом году, городом были выделены только 4. А в прошлом году, да, с чем мы столкнулись? С тем, что, во-первых, сами жители не знали, что у них планируется проводить. От них прятали или не прятали, но во всяком случае не показывали те сметы, которые были составлены. И в этом году этого не должно повториться. На 2016 год запланированы работы по благоустройству мемориалов воинской боевой славы, которых в Серпухове 13. На эти цели будет выделено около 900 тысяч рублей. Во-первых, у нас, наверное, не стоит сама цель, а свои деньги. Да, у нас стоит цель. Основная цель, да. 900 тысяч потратить с пользой для дела и привести эти памятники в порядок. Будут приведены в порядок памятник боевой славы на Пушкино, Луначарского, Вечный огонь в микрорайоне Нагина, памятник Вечной славы на Крюково-1. На Соборной горе произведут замену плит. На площади 49-й армии обновят на памятнике надписи. 19 памятников уже закреплены за предприятиями и организациями города. Вы знаете, ко мне тут некоторые товарищи приходили на прием из организаций, которые рядом расположены в ДК. Это ООО Южный. Которые мне доказывали, что, оказывается, это они содержат памятник. Хотя каждый зимний вечер, проезжая мимо, был вынужден звонить, делать замечание. То Олег Анатольевич, то Риме Валерьевне. Не надо. Вот те шерства, которые мы заключаем в соглашении, это не для Филикина грамотно. Во-первых, если мы такие соглашения заключаем, они должны работать, а не так, чтобы красным флагом размахивать и говорить, что они несут какую-то колоссальную нагрузку по содержанию памятника. На самом деле ничего не делают. Воинские захоронения находятся и на двух муниципальных кладбищах. На Занарском Серпуховская специализированная похоронная служба обещала справиться своими силами. А вот с воинскими захоронениями на Ивановском кладбище ситуация куда более серьезная. Одним ремонтом ограды и опиловкой сухостоя здесь не обойтись. Провели обследование, посмотрели, составили смету на, скажем так, изготовление нового мемориала. Смета составляет 1,8 млн рублей. В бюджете предприятий таких денег не предусмотрено. Поэтому, Дмитрий Вячеславович, обращаюсь к вам с просьбой предусмотреть деньги на восстановление этого мемориала. Глава города Дмитрий Жариков в свою очередь поставил перед своими сотрудниками первоочередную задачу. Деньги найти. Близится 9 мая, до которого осталось чуть меньше двух месяцев. Ирина Баракина, Рубена Сатуров, ОТВ, Серпухов.